Здравствуйте. Люди, всерьез увлекающиеся 3D-моделированием советуют работать в Блендере только с английским интерфейсом. И действительно, все профессиональные студии работают именно так. Также с английским интерфейсом вы, к примеру, даже на том же Ютубе можете делать уроки не только русскоязычных авторов, но и английских, китайских, американских, европейских и так далее. У подавляющего большинства видеоблогеров Блендер английский. Однако новичкам, я думаю, первое время будет даже очень полезно поработать в Блендере именно с русским интерфейсом. Это позволит не нажимать на что-то автоматически и бездумно. Так вы будете знать, что, где и за что отвечает в Блендере. В ближайшем будущем специально для вас я запишу несколько простых уроков для начинающих в русском интерфейсе. Ссылочки на них появятся в описании. В последующем, когда вы освоитесь в программе, я все же советую вам перейти на английский интерфейс. Итак, давайте посмотрим, как включить в Блендере русский язык. Идем в меню Edit, Редактирование. Идем в самый низ, открываем вкладку Preferences, Настройки. Здесь поднимаемся наверх, заходим во вкладку Интерфейс. Ищем Translation. Если вы только установили Блендер, галочки здесь у вас скорее всего не будет. Вам нужно, ее поставить. В выпадающем меню выбираем русский язык. После этого у вас пока ничего не изменится. Чтобы включить русский интерфейс, нужно поставить галочку напротив пункта, Интерфейс. Некоторые пункты меню все же останутся английскими. Но большинство переведется на русский. У меня сейчас включены только русские подсказки. Скорее всего после установки Блендера 2.8, у вас будет включена функция автоматического сохранения настроек. Но если она по каким-то причинам отключена, не забудьте сохранить произведенные изменения в левом нижнем углу вкладки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. У меня на канале, кроме уроков Блендер, вы найдете уроки растровой графики GIMP, а также векторный Inkscape.